Пермики уже оделись по новогоднему. 500 человек в массовке собрались на втором этаже в главном фойе ДК Солдатова. С основания дворца здесь проходят новогодние ёлки. Впервые ёлку поставили за два с половиной месяца до Нового года. Специально для съёмок кино «Альманах и ёлки-1914». Это четвёртая часть новогодней кинокомедии ёлки. В этом году мы снимаем и сняли исторические ёлки. Мы показываем, как праздновали Новый год сто лет назад. Мы видим всех наших уже любимых актёров, только не совсем привычных для нас исторических костюмах и исторической атмосфере. О том, как они готовятся с ним встречать. Только теперь не Новый год, а Рождество по старому стилю накануне 25 декабря. Региональные съёмки пройдут в восьми городах России. Пермь – первый город съёмочной эстафеты. Открывающие и закрывающие сцены фильма будут о современности. Затем действия как бы провалятся на сто лет назад. В пяти рождественских новеллах на экране мы увидим актёров из всех трёх частей фильма «Ёлки». В их числе и пермские актёры Антон Богданов и Екатерина Шпица. Очень хороший актёрский состав. И самое главное, мы ещё видим Хабенского наконец-таки в кадре. Он у нас озвучивал все три версии ёлок. Ну и в этом году тоже озвучит. Но в этом году заключительная версия, он появляется сам в кадре. У него очень такой глубокий и драматичный персонаж. Костюмы и сама атмосфера, интерьер. Кино получилось очень красиво. Режиссёр региональных съёмок фильма «Заурбек Засеев» раздаёт задание массовки. По сюжету в зале люди готовятся к встрече Нового года. Встречает 2015 год. Снимают крупные планы и массовые сцены. Статисты записывались на съёмки за два дня и пришли в ДК за час до начала съёмок. Пермь – самый пунктуальный город, говорит постановщик. Мы не первый раз к вам приезжаем, поэтому, судя по прошлым нашим историям, всё должно быть хорошо. И в этот раз тоже, как мне кажется, всё будет по-настоящему, по-новогоднему. Фильм «Ёлки-1914» выйдет в прокат 25 декабря. Всего будет смонтировано 9 версий комедии. Они будут отличаться двумя сценами. Две минуты в начале и четыре в конце. На начальных и финальных титрах. Для каждого из восьми городов, жителей которых участвовали в съёмках новых ёлок, будет смонтирована своя версия этих сцен с участием жителей именно этого города. То есть в кинотеатрах Перми и Края будет идти пермская версия. Все остальные города России, не участвовавшие в съёмках, увидят общую версию. В начале и в конце будут показывать жители Санкт-Петербурга. Десять, одиннадцать, тренинадцать! Слава Богу! Слава Богу!